Ведь это моя вечеринка, здесь собрались все, кого я любил. Собственно, стыдерки. Давайте начнем с последнего о том, что я сказал. Ко мне на самом деле было предвзятое отношение. И если обычно, когда люди такое говорят, они говорят о том, что к ним плохо относились, возможно, очень строго и так далее. Со мной же немножко другая ситуация. Ко мне, поскольку я ютубер, и поставили меня на лидерку без обзвона, я уже говорил про это. Просто выделили мне, скажем так, площадку, где я бы мог играть со своими подписчиками, просто людьми, которые захотят вступить в эту организацию. И то есть ко мне особых не было требований. Я не должен был держать постоянный финт, я не должен был делать различные стрелы и так далее. То есть просто что хотел, то и делал. Но я сам лично для себя понял, что я был плохим лидером. Плохим лидером по двум причинам. Первая причина это маленький онлайн. Так как я все же планировал уделять больше времени сам, когда вставал на эту лидерку. Но оказалось все не так уж и хорошо, потому что... Ну, хорошо, наверное, это не то слово. Оказалось все не так, как я планировал, скажем так. И сам по помимо просто съемок я уделял меньше времени. В первые дни я играл по 2-4 часа, что вполне неплохо. Но после онлайн мы как-то начал скатываться вниз, вниз и вниз. И я думаю, что причина этого и так понятна. Это школа и ролики. Они забирают много свободного времени. И я бы не сказал, что это капец как сложно. То есть делать ролики я там по 15 часов в день монтирую и так далее. Нет, просто то время, которое остается, как-то сам поиграть уже иногда, конечно, охота. Но далеко не всегда. И я понимал, что лидер из меня плохой. Потому что есть какой-то подписчик. И я говорил в ролике о том, что можете приходить в Варлок. А он приходит в Варлок. Допустим, его инвайтен он либо я, либо какой-то мой заместитель. Я вышел из игры и он начал играть. Он играет день, второй. И понимаешь, что я захожу-то редко. А он, по сути, пошел в эту фракцию только из-за меня. И как-то неприятно, наверное, ему. Согласитесь. И сами администраторы мне ничего не говорили. То есть я мог так же продолжать это делать. Но я подумал, что эта фракция, она просто потихонечку загнивает, пока я стою на лидерке. И уж лучше придет какой-то лидер, который будет больше активничать. Который будет проводить больше РПшек. Устраивать различные мероприятия. И просто уделять игре больше времени. Так как у меня такой возможности нет. И я посчитал, что так будет лучше. Но я не жалею о том, что я пошел на эту лидерку. Потому что хоть немного времени, но игре я уделял. Но сначала поговорим о втором минусе. И второй минус моего плохого лидерства заключается в том, что я ютубер. И я хотел быть терпешным парнем. То есть играть именно роль байкера. Но не все это, к сожалению, поняли. Потому что приходили некоторые люди, которые воспринимали меня не как байкера. А как просто ютубера. К которому можно прийти, он даст тебе ранг. Повысит тебя до девятки. И все будет у вас хорошо. Но когда я, допустим, с ними жестко разговаривал, они обижались. И они воспринимали эту речь на себя. Хотя я разговаривал с их персонажем. И то есть я просто... Ну, серьезно. Президент байкерского клуба. Или вы думаете, приходите такие и просто, допустим, пивка выпить. И привет, заходи. Все хорошо. Я президент, если что. Ты это, если что. Я там у себя в подсобочке буду. Звони мне, пиши как угодно. Ну, серьезно. Так что ли? И по сути, если я не был бы ютубером, то он вот так вот накричал на парня, он не понял, ушел и все. Но тут же он может просто обидеться. И я могу, скажем так, разочаровать его. То есть он заходит на ютуб, видит, вот сидит такой парень, что-то там рассказывает. Заходит в игру и понимает, что тот же самый парень просто послал его. Хотя тот парень что-то мог сделать не так. Потому что я старался вести себя адекватно с людьми, которые были такими же адекватными. И по этой причине я мог просто не оправдать его ожидания, и то есть ему было бы неприятно. Поэтому, друзья, я решил уйти с этой лидерки по собственному желанию. Что же я сделал за то время, пока присутствовал на лидерке? Я провел несколько рпшек. Да, их было немного, но все же они были. Также я пытался пару раз съездить на корабль, но тут я сам виноват. Просто по какой-то причине, я не знаю из-за чего. Когда я плыву по воде в последнее время, я плыву очень медленно. Дико медленно. И то есть я передвигаюсь с очень маленькой скоростью. И из-за этого просто я пытался плыть на корабль. И пока я доплывал, уже меня убивали, потому что это было очень сложно. Даже иногда свои убивали. Также я столкнулся с той проблемой, что у меня не прокачаны скиллы. И этим нужно будет заняться, потому что вообще с дигла стрелять не очень удобно. Ну и были замы, которые тоже занимались данной организацией. В целом, доволен ли я лидеркой? Доволен. Доволен я своим лидерством. Не совсем. То есть в идеале, конечно, я должен был больше играть. Но, к сожалению, такой возможности у меня не было. Но почему же такое название? Где-то полтора года назад я тоже был лидером. И я лидером был за всю свою историю в Сампе два раза. Это первый раз байкером на Даймонде. Второй раз байкером на Аризоне. Ах, разнообразие. И в первый раз, когда я встал на лидерку байкеров, это был 2016 год, осень. И тоже у меня хоть было мало времени, но я в первые дни пытался уделять время игре. И получалось так, что меня сняли через два дня. Меня сняли не по собственному желанию. А из-за того, что один парень посчитал нужным написать на меня жалобу, что от того времени, где-то год назад, с 2016 года, я пропагандировал читы. И, понятное дело, из-за этого меня сняли. С другой стороны, не важно, что в подаче жалобы было указано, что видеофрагмент должен быть с таймом. На том моем ролике тайма не было. На том моем ролике также был монтаж. Но все равно админ решили, что нет. Как бы читерил, читерил сняли. Но не суть важна, не об этом сегодня. То, что ты увлекся. Поставили меня на лидерку 15 числа. Сегодня 24-е. То есть отстоял я чуть менее 9 дней. Потому что ставили меня вечером, а сняли утром. И по этой причине я поставил свой собственный рекорд удержания себя на лидерке. Если в первый раз это было 2 дня. Если ничего не путаю, потому что уже много времени прошло. Теперь это практически 9. Но знаете, зато если в следующий раз встану на лидерку, то, быть может, и срок отстаю. Да нет, ерунда какая-то. Что же будет теперь? Я не знаю, пойду ли я в какую-либо фракцию. Потому что там все же нужно играть, и чтобы повышаться, нужно время, которое не всегда у меня может быть. Возможно, просто обзорно. То есть пошел, рассказал, что умеется и ушел. Но в основном буду опираться либо же на какие-то игровые моменты, либо пранки, розыгрыш, вот эти вот всякие. Посмотрим. И, кстати, до того момента, как меня сняли с лидерки, у меня в казне клуба оставалось более 2 миллионов. Я мог их снять, но решил оставить их следующему лидеру. Поэтому, друзья, теперь официально я не являюсь лидером Барлаков и никакой другой организации. Продолжим также заниматься Фомой. Кстати, что касается Фомы. Мы теперь династия. Давайте зайдем в управление семьи и посмотрим тип семьи. Мы с вами, чуваки, друзья, товарищи, династия. У вас уже установлен этот тип семьи. И давайте информации. Правда, тут, по-моему, какой-то бах произошел. Потому что тип семьи указано, что фэмили. Хотя мы не семья. Но как бы да, фам-меню. То есть фам, как бы фэмили. А мы династия. Но не важно. Так вот, теперь мы династия. И, соответственно, 78 уровень. Поэтому, друзья, сейчас я планирую заниматься Фомой. И просто делать какие-то разговорные или же развлекательные роники для вас. Я поделился всем, чем хотел. Надеюсь, что роник вам понравится. И теперь вы поняли, почему я ушел. И то есть, чтобы не было никаких вопросов. Потому что кто-то придет такой. Хочу к тебе в Варлоке. А меня-то уже там и нет. Поэтому, друзья, большое спасибо за просмотр. Айпи Туксона есть в описании. Там же есть промокод хэштег Бурбон. Вводите ник при регистрации. Докачивайтесь до третьего левела. Пишите о нем вконтакте. И я переведу вам 150 косарей. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok